Добро пожаловать Миша из Латвии. Спасибо, что присоединился к нам сегодня и будешь переводить. Добро пожаловать Наташа из Киева, Олег из Харькова, Наталья из Винницы. Добро пожаловать, Украина. Welcome Ukrainian people. Добро пожаловать Наталья, Юг России. Кристин, добро пожаловать из США. И Майк, добро пожаловать из США. Кристин и Майк, welcome from USA. Олеся из России, добро пожаловать. Диана из Латвии, добро пожаловать. Олеся и Диана from Russia and Latvia, welcome. Оксана из Киева, Галя из Тернополя, добро пожаловать. Оксана from Kiev, Галина from Тернополь, welcome. Инесса из Беларуси, добро пожаловать. Лена из Беларуси, добро пожаловать. Инесса и Лена from Belarus, welcome. Люба и Оксана, Юг России, добро пожаловать. Любовь и Оксана from the south of Russia, welcome. Алена и Татьяна из Молдовы, добро пожаловать. Алена и Татьяна from Молдова, welcome. Доброе вече. Good to have all of you here. Приятно вас всех, вас здесь видеть. Or I could say, greetings, earth dwellers. Приветствую, жители Земли. Makes it sound kind of like we've come from another planet or something visiting, yes? Как будто мы с другой планеты прилетели. Well, this morning it just popped into my head a scripture, 1 Peter 1, 17. Этим утром я вспомнил местописание 1 Петра, 1 глава 17 стих. And if you read through that, partway through that verse, and it's a long one, we come to this thing. И если вы прочитаете это довольно большое местописание, мы услышим следующее. For God, he's representing God. Апостол Петр представляет Бога. И он говорит, со страхом проводите время странствования вашего. И я хотел бы вспомнить о разных точках зрения писателей Библии. Надеюсь, у всех у вас есть ваши Библии. И Петр говорит, что нам нужно слушаться определенных принципов и уважать Бога, пока мы находимся как посетители на этой земле. И это дает нам идею, что мы путешественники во времени и пространстве. Бог поместил нас на землю в один момент, и в другой момент он заберет к себе на небеса. И большинство из нас знает, что младенцы приходят мокрые, голые, ничего у них нету, и нету никакого руководства для жизни. И в начале Иеремии написано, я знал тебя до того, как ты был зачат в чреве матери. Бог поместил нас на эту планету на определенный период времени. И в своей милости он дал нам Библию как руководство для нашей жизни. Aren't you glad he did? Правда, согласно, что он это сделал. I'm certainly glad. Я очень рад. Мы будем изучать некоторые вещи, которые Бог дал нам в Библии, и посмотрим его руководство для нашей жизни здесь. And we're going to be looking at a chapter in my new book, which is talking about helping us find the 12 guidelines or doorways into freedom and relief from the troubles that we've got ourselves in Earth. И мы глянем также на мою книгу, которая говорит, что есть 12 дверей, которые мы можем использовать, чтобы найти свободу, облегчение от тех проблем, которые мы сами нагребли на этой земле. And in the last several sessions that I've been able to teach on Zoom, I've been showing and talking about this book. И последнее время, когда я делился чем-нибудь в Zoom, я делился из этой книги. And by now you should be wanting to get something, get that book, and I have some good news for you. И я думаю, что вам сейчас захочется получить эту книгу, и у меня для вас есть хорошие новости. Вчера я общался с Ниной Роткиной из Украины. And the translation into the Russian language of that book is finished, and she's now beginning editing, starting Monday, and you can pray for her for that. Перевод на русский язык этой книги уже закончен, и вы молитесь о ней, потому что она начала редактирование. So let's get on with the teaching from this session for this morning. Давайте начнем учение. I'll give you a chance while we go on. The title of this message is What Goes Around Comes Around, and it's chapter one in the book. Название этого послания, что идет по кругу, то и возвращается по кругу, и это первая глава в этой книге. So if we were to be reading in our Bibles, Galatians 6, 7 says this. If we were to be reading in our Bibles, Galatians 6, 7 says this. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, this he will reap. We're going to be looking at that. It's a very simple scripture, and it's based on things that most people in the ancient days would have understood about farming. Это очень простое местописание, мы на него посмотрим, и для людей, которые занимались сельским хозяйством, оно очень понятно. So God often uses in the Bible pictures of things that help us relate what our normal or our natural life into his spiritual truth. Бог часто использует картинки из естественного мира, чтобы на этой картинке из нашей обычной жизни проиллюстрировать то, что происходит в духовном мире, какую-то духовную единицу. And it's true for this verse, Galatians 6, 7. И это верно для Галатов 6, 7. So the whole world depends upon this principle. God put in place a system of growing things, plants, some of which we can eat. Весь мир зависит от этого принципа. Бог утвердил систему для того, чтобы выращивать растения, некоторые из которых мы можем есть. And if you think about it a minute, we take a single seed, perhaps, and we plant it in the ground. И если вы подумаете об этом, мы берем одно семечко и сажаем его в землю. When we're talking about things that we're using for food, a single seed and we plant it. Когда мы говорим о том, что мы используем для еды, мы просто берем семечко, единственное семечко, и сажаем его. And why do we do that? Зачем мы это делаем? Because we know that that seed is going to sprout, become a plant, and it's going to have more fruit or seeds on it than the single one we planted in the ground. Потому что мы знаем, что это семечко, оно прорастет, даст побеги и вырастет нам больше плодов или других семян, чем мы посадили одно-единственное семечко. It's a natural principle. Естественный принцип. И весь мир кушает благодаря этому принципу. Что бы мы ни посадили, может быть, это пшеница, семечко пшеницы или семечко кукурузы. And what happens? Up comes the plant. И что происходит? Растет растение. We put in one seed and boom, all these seeds are on the stalk of that plant. Мы посадили одну семечко, а на плоде этого растения много семян. And in Galatians 6-7, God is depending upon us, understanding how the law of sowing and reaping works as far as farming goes. И в Galatians 6-7, Бог показывает, как закон сияния жатвы работает для людей. So, that's really good, but it's also a picture of the spiritual realm. And God has put us on this planet, and we need to know both the spiritual and the natural laws. Это очень хорошо, но это также картина того, что происходит в духовном мире. И Бог показал нам, что происходит и в физическом, и в духовном мире. So, but there's also, now we're going to look at the spiritual idea of this thing. И мы посмотрим на духовную идею этого закона. As we look at that, we learn that if we, now we've switched from the natural realm to the spiritual realm. So, get your spiritual glasses on, and we'll look at this and try and see what God wants to say to us. И сейчас мы переключаемся с естественного мира на духовный мир, и одеваем духовные очки, и Бог позволяет нам через них увидеть духовные очки. And immediately God is quite serious in this verse, but the next verse after 6-7 is 6-8. И Бог не зря поместил эти стихи один за другим, потому что 6-8 идет после 6-7. The one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Seющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. С момента Бог дает нам предупреждение. Он объясняет Галатам 6-7. So, he's telling us right here that if we are planting in the spiritual realm, if we are planting things out of our flesh, then we're going to reap corruption rather than what we wanted. If we are following God's guidelines in the Holy Bible, then we will reap eternal life. So, that's a nice New Testament scripture, and some of you love to look at the Old Testament. So, let's go to slide number 6. Это хорошее местописание из Нового Завета, и сейчас мы посмотрим Ветхий Завет также. This verse comes to us from the prophet Hosea, chapter 10, verses 12 and 13. Книги Осень 10, 12-13 стих. So, it says, now this is Hosea telling us, Sow with a view to righteousness. Reap in accordance with kindness. Break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord, until he comes to rain righteousness on you. You have plowed or sown wickedness. You have reaped injustice. You have eaten the fruit of lies, because you have trusted in your own way, the way of the flesh. Thank you, God, for your guideline in the Bible. So, now we want to look in the next slide, and we're going to be seeing something about the law of sowing and reaping, and we're discovering that it's a discipleship guideline, not just a nice thing to say. So, what we want to learn from this is the Bible explains in the spiritual realm cause and effect. Что мы хотим понять здесь, это то, что Библия в духовном мире объясняет причины и следствия. Sometimes we're just using the Bible for a guideline to understand how we should behave. Иногда мы просто пользуемся Библией как рекомендацией, как нам нужно вести себя. And we would call that discipleship, a discipleship guideline. И мы бы это назвали ученичеством или руководством для учеников. Но мы также, используя закон сеяния и жатвы, понимая его, можем использовать его как диагностический метод для того, чтобы по нынешним проблемам понять источники этих проблем. Иногда мы страдаем в жизни, у нас какие-то есть страдания, проблемы, мы просто хотим, чтобы кто-то их починил. A bad crop has come up in our life, and trouble is there, and we're saying, oh God, please help, oh God, please help, oh God, why am I suffering? And sometimes it's just a trial that the enemy has brought into our life, and sometimes it's something more. Иногда это просто испытание, которое враг нам послал, но иногда это что-то большее. И то, что мы понимаем, то, что оказывается, что проблемы, которые приходят в наши жизни, это разрушение из-за греха, из-за того, что мы сделали в своей жизни. И мы начинаем осознавать, что что-то, что мы, наверное, сделали, было неправильным. Может быть, мы дали сатане возможность принести проблемы в нашей жизни нашим прошлым поведением. So, if we were to look in our garden this spring, and we saw wheat coming up, or we saw potatoes, or maybe we saw corn coming up. Может быть, мы вот посмотрим весной в этом году в наш сад, и увидим там пшеницу или картошку. We don't have to be mental giants to realize somebody, maybe it was us, planted wheat, or corn, or potato in our garden. That's why they sprang up. Нам не нужно быть великими мудрецами, чтобы понять, что кто-то в нашем саду посадил эти растения. Вот они и проросли. That's pretty simple, isn't it? Это очень просто, не правда ли? So, now, if we look at some of the troubles that have sprung up in our life, and if we just kind of put our brain engaged for a moment, we can say, well, what do those troubles look like? Стоит подумать и поразмышлять, как же могут выглядеть эти проблемы. Так же, как растения вспоминают и отражают те семена, которые мы посеяли, так же и наши проблемы отражают те неправильные поступки, которые мы посеяли. So, in the spiritual realm, who could have planted those wrongdoings? Но в духовном мире кто бы мог посеять эти неправильные дела? Well, it could have been us. Мы, конечно. That is me. Просто я. Or it could have been someone in our family planted those wrongdoings. Но может это кто-то из нашей семьи, который посадил эти неправильные дела. So, we've been speaking a little abstractly now. I want to speak something practical. Мы сейчас говорили немного абстрактно. Мне бы хотелось более практических говорить сейчас. So, we've been talking about mirroring our misdeeds. And perhaps we planted the wrongdoing. Or perhaps our parents, our family before us planted the wrongdoing. Мы говорили о том, что неправильные дела отражаются в нашей жизни, и их могли посеять либо мы сами, либо наши родители. So, what I'm working into is this. На что я хочу обратить внимание? That sometimes some of our problems were planted by us or our family who came before us. And if we want our problems to go away, we can begin to diagnose, like a doctor would look at an illness, and we begin to look, why are these problems here? So, if it was looking at our garden, and we'd say, why are these wheat here? Why are these potatoes here? Why is this corn here? Well, we would know someone planted those and what they are. Why would we know that? Because we recognize what those, the fruit looks like, what wheat looks like, what potatoes look like, what corn looks like. So, we can look at the fruit of our sins, and begin to recognize that maybe we planted one of those sins earlier in our life, or our family did sometime in the past generation. So, we can use Galatians 6.7 to examine the fruit in our life of sin, and begin to look for how did this get here. So, I'm going to give you a real life example, something that happened to us when we were counseling a young man. And that's when I read that, and I see how it works, within my heart is this. В моем сердце происходит следующее. Thank you, God. Спасибо, Господь. Да? Да. Okay. So, this young man came to us for help, because he was suffering greatly. Молодой человек пришел к нам за помощью, потому что он очень сильно страдал. He had headaches all the time. У него все время болела голова. And then things, he was having head injuries, things were hitting his head all the time. И постоянно что-то происходило с его головой, постоянно были какие-то травмы головы. And sometimes he'd be helping his wife in the kitchen. Hear that, man? He was helping his wife in the kitchen. И иногда он просто помогал своей жене на кухне. And maybe he was going to get something in a cabinet that was down low. And he'd open the cabinet, and he'd be looking around in there to find something that they needed to make the meal. And when he'd stand up, he would discover that his wife had opened a cabinet above the sink and area, and he'd hit his head as he stood up. И когда он вставал оттуда, то оказывалось, что жена открыла дверцу шкафчика, который был сверху над мойкой, и как раз он бился головой об дверце. И постоянно происходили какие-то несчастные случаи, где его голова попадала в проблему, он ее ранил или били ее, что-то происходило. И он пришел к нам, он попросил, помолитесь, пожалуйста, за меня. Эта проблема преследует всю мою жизнь, и я не знаю, как освободиться от нее. Мы сначала попытались такой ленивый подход к служению использовать, просто возложили руки на его голову, и попросили Господь, пожалуйста, исцели его, восстанови его, удалить его. Но вы знаете, вот этот ленивый путь, он был неправильным, ничего вроде как не происходило. Мы уверены были в своих сердцах, что Бог хочет ему помочь, мы молились, но не похоже было, чтобы эта ленивая молитва что-то помогала. И тогда мы обратились к Галатам 6-7 и спросили, есть ли что-нибудь, что ты знаешь насчет твоих предков? Он ничего не мог вспомнить. Будучи очень умными, мы решили, давайте попросим Бога, чтобы он нам открылся. И мы собрались вместе, мы помолились, сказали, Господь, пожалуйста, помоги нам найти корень или источник этой проблемы. Что произошло, почему это происходит с этим молодым человеком? И внезапно этот молодой человек вспомнил историю, которую ему рассказали, когда он рос. Давайте еще раз вспомним, у него болела голова, постоянные были травмы головы, и он пытался найти избавление от этой проблемы. И вот история, которую ему рассказали его родственники, что несколько поколений назад родился ребенок, у которого была большая инвалидность. Где-то в 1800-х годах, это было очень давно. И ребенок, который родился, был очень сильно деформирован, его тело было деформировано, и он не мог позаботиться о себе совсем. Это было в деревенской среде. И все соседи думали, ну, наверное, это очень плохие люди, раз с ними такое произошло, что у них такой ребенок родился. Это был стыд, это было унижение, и люди не знали и боялись, они не понимали, как позаботиться о таком больном. И ужасная вещь произошла. Отец взял этого ребенка, отнес его на задний двор, взял большой кусок дерева и разбил его голову, чтобы убить его. Это было ужасно, это было убийство. Может, ребенок бы умерло все само собой, но они привели процесс в высокую скорость, они его убили сам собой. Возможно, что ребенок и сам был умер, но они решили ускорить этот процесс и убили его. Итак, в родовой линии было убийство. И вот этот молодой человек, который пришел к нам, у него постоянно болела голова, и постоянно он бился этой головой, или какие-то раны были. Грех, конечно, был убийством. Но как этот грех был посажен? Грех был посажен при помощи удара по голове. И мы поняли, откуда же у этого молодого человека постоянно болит голова, и постоянно травмы головы происходят. И, как видите, Галатом 6-7 может быть использовано как средство диагностики. И проблема, которая происходила с этим человеком, действительно похожа на то, что было посажено. И что мы делаем? Мы теперь понимаем, что было посажено, и мы видим, что проросло, соответственно, что же нам делать? И это очень просто. Мы начинаем исповедовать грех семьи. Он должен был согласиться, покаяться и исповедовать, что это было неправильно, что убийство – это против Бога. И если мы подумаем, то мы можем осознать, что грех в семье, в наследственной линии, привел к его проблеме. А что мы делаем, когда человек делает проблему, и можем в этом помолиться? Он должен был исполнить его анцестра, исполнить его, заставлять эту проблему в его жизни, заставлять результаты убийства. Этому молодому человеку нужно было молиться и прощать своего предка, который привел к этой проблеме в его жизни. И этот человек простил своего предка, который делал это. И во время покаяния, он провозгласил, я не согласен с тем, что делал мой предок, это неправильно. И он отрекся от убийства, которое было в его жизни. И последний шаг очень простой. Бог, я провозглашаю кровь Иисуса между мной и этим грехом. И, вы знаете, это было чудесно. Бог пришел и удалил этот грех и плод этого греха из жизни этого молодого человека. И мы поговорили с этим молодым человеком через несколько месяцев. Больше у него не болела голова, и больше с ним не случались эти раны головы. Очень простой, это духовный закон, но очень мощный. Если мы видим какой-то грех, который принес в нашей жизни проблемы, мы можем исповедать его, покаяться, простить тех, кто принес этот грех в нашу жизнь. И освободиться от последствий и от греха. Спасибо, Господь, за этот прекрасный духовный закон. These things that you put in the Bible, they help us walk in discipleship, and they help erase our problems when we bring them to you. Эти вещи, которые ты поместил в Библию, помогают нам ходить в ученичестве, и помогают нам стереть проблемы, которые произошли в нашей жизни. И когда мы видим плод какого-нибудь греха, который был принесен нашей семьей, мы можем исповедоваться, покаяться, и быть прощенными и омытыми кровью Иисуса Христа. И Бог помещает инструмент в ваши руки прямо из Библии сегодня. Это руководство, как нам жить нашу жизнь, чтобы не посадить грех. И там также есть руководство, что делать, если мы согрешили, или если наша семья согрешила, посадила этот грех в нашу жизнь. Как разобраться с проблемой, которая пришла из этого. Что же нам сказать Богу после этого? Да, спасибо Господь. Что еще нам надо сказать? Бог, если есть какие-то из этих проблем в моей жизни, которые вызывают проблемы, пожалуйста, покажи их мне, чтобы я мог с ними разобраться и ходить в свободе. Это чудесное средство, которое Бог дал нам, пока мы здесь, на этой земле, до времени нашего смерти. И сейчас мы хотим дать вам время, чтобы вы подумали об этом, помолились об этом и, может быть, увидели, что есть что-то в вашей жизни. И сейчас мы пойдем в наши дискуссионные комнаты. Когда мы вернемся из этих комнат, я помолюсь за вас, мы покроем это кровью Христа и увидим, как Господь это удаляет. Итак, вопросы для обсуждения в группах. Могут ли наши грехи как-то повлиять на наши земные благословения? Вы когда-нибудь видели или слышали о случае, когда кажется, что чей-то грех привел к несчастью, которое выглядело как зеркальное отражение проступка человека? Есть ли у вас повторяющиеся неприятности или проблемы, которые каждый раз как-то похожи? Вы повторяете грех, который присутствует в вашей семье? Что мы можем сделать с повторяющимися проблемами или грехами? И в нашей группе дискуссионной мы узнали, что у людей были определенные вещи, как раз о которых мы говорили, где было сеяние и жатва. И я надеюсь, что вы увидели какие-то вещи в вашей жизни, которые Бог хотел бы исцелить сегодня. И это будет служение, похожее на то, что мы обычно делаем. Мы будем исповедовать свой грех или грех своей семье. И мы будем каяться в этом и говорить Богу, штучиваемся от вот этих неправильных путей, от нашего греха или от того, что было в нашей семье. Будем прощать себя или члена семьи, который принес эту вещь в нашу жизнь. И, может быть, у кого-то это на уровне даже правительства принесло коммунизм в вашу жизнь. Нужно будет прощать и этих людей. И потом провозглашать кровь Христа между нами и этими плохими вещами, которые принесли нам сеяние и жатву. И я поведу вас в этой молнии. Я помогу вам. Молиться вы сами должны, но я буду давать вам возможность повторять за мной. И в конце я буду провозглашать прощение над вами, ломать силу врага над вами и просить, чтобы Бог принес благословение в эти сферы вашей жизни. Хотя это очень все серьезно, но я хочу напомнить вам, что Бог вас очень сильно любит. Что Бог имеет огромную милость и любовь по отношению к вам. Это то, почему Иисус должен был умереть на кресте, потому что мы все согрешили. Будьте готовы прощать себя. Будьте готовы прощать тех людей, кто принес вам проблемы. Мы все просто люди. И, пожалуйста, имейте великую милость в вашем сердце по отношению ко всем. Давайте молиться. Небесный Отец, я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа. Скажите это в своем сердце, и вы можете произнести это своими губами тоже. Господь, пожалуйста, помоги нам разобраться с этими проблемами, которые открылись. Господь, я приношу тебе этот образец повторяющейся проблемы, грех и ее фрукт, который есть в моей жизни. Эти вещи, которые были посажены в прошлом, сейчас принесли плоды в моей жизни. Мы, ведущие, не хотим знать те проблемы, которые у вас были, но вы сами скажите Богу, прошепчите, скажите или даже прокричите, как вы чувствуете те проблемы, которые принесли грехи в вашу жизнь. Мы даем вам несколько мгновений, чтобы вы успели это сделать лично с Богом. И потом мы продолжим молитву. Расскажите, что это были за грехи. Это часть исповедания. Господь, я исповедую вот эти грехи перед тобой. Спасибо. 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 Хорошо. Сейчас пойдем в часть, относящуюся к покаянию. Господь, я очень сожалею, что я или члены моей семьи сделали вот это. Скажите Богу из вашего сердца. Господь, я отвращаюсь от этих практик, от этих дел, которые делала я или моя семья. Я выбираю это больше никогда не делать. Пожалуйста, помоги мне больше никогда не участвовать в этих делах. Скажите ему. Скажите ему от своего сердца. Да. Господь, я выбираю в своей свободной воле отпустить этих людей, которые согрешили в моей семье. Тебе, Господь, как ты захочешь, для прощения или для суда. И мое прощение – это акт освобождения этих людей на твой суд, чтобы ты оценивал и работал с этой ситуацией. Я убираю свои руки и отпускаю это. Спасибо, Господь. Позвольте, чтобы Бог забрал все, что связано с этими грехами. Ваши чувства, эмоции, вообще все, все, все. Вот просто позвольте, чтобы Бог забрал это у вас. Отдайте это Ему. Ничего не удерживайте. Все отдавайте Богу. В Писании написано, что Иисус – это судья всех. И Его справедливость, она совершенная. Он сострадает, Он милостив, иногда Он очень твердый в этом вопросе. Позвольте Ему этим заниматься. Писание говорит, что страшно впасть в руки Бога Живого. И если действительно очень серьезная ситуация, поверьте, Бог может заняться этим очень серьезно. Но с другой стороны, Вы бы хотели иметь милость по отношению к Вам. Поэтому мы хотим, чтобы Бог проявлял не только справедливый суд и праведность, но и милосердие. Не знаю, что сейчас происходит, но чувствую побуждение от Бога сказать Вам снова – отпустите все, отпустите все, отпустите все. Много вещей были очень ужасными, и Вы много потеряли, но Бог говорит, что я позабочусь об этом, в том числе и о Ваших потерях. Некоторые из вас хотят сказать, Бог, это мне стоило так много, это так тяжело на мне отразилось. И Бог говорит, я знаю, я знаю, отпусти. Я буду провозглашать освобождение над Вами. Сейчас просто принимайте, Вам больше молиться не нужно. Бог поведет Вас. Сейчас моя очередь служить. Господь, ты слышал их исповедание, покаяние, высвобождение и прощение. Господь, теперь ты приди и принеси Твои благословения. И во имя Иисуса я провозглашаю прощение Вам за то, что Вы держали в своем сердце горечь, осуждение и гнев. Я провозглашаю Божью милость над Вами. И поскольку Вы прощены и освобождены, я прошу Господь, принеси те благословения в жизнь людей, которые были удержаны из-за того, что был грех. Я провозглашаю исцеление над разумом и над образом мысли. Я провозглашаю исцеление над Вашими физическими телами. Я провозглашаю исцеление взаимоотношений. Я провозглашаю исцеление для Ваших отношений со сторонними людьми, в том числе в церкви и в обществе. Я провозглашаю освобождение Вам, потому что Бог услышал Ваши молитвы и изменение Вашего ума. Спасибо, Господи. Во имя Его Иисуса. Аминь. Дорогие друзья, просим Вас, пожалуйста, присылайте нам отзывы по этому имейлу сегодня и завтра, а также добавляйтесь в нашу группу в Вайбере, либо в Телеграме. Спасибо. Спасибо. Спасибо.